Все мы знаем, что украинцев кто-то заставил воевать. Я назову ту страну, которая заставила воевать украинцев. Это Соединенные Штаты Америки. Это то демократическое, в кавычках, государство, которое пытается силой оружия насадить идеологию на весь окружающий мир. То есть даже, может, на всю нашу планету. Вы абсолютно правы. На сегодняшний момент мы являемся передовой между оголтелой злобой, выхолачиванием мозгов населения, попыткой свести на нет самые дорогие и основополагающие ценности мироустройства и той стороной, в которой традиционно эти вещи сильны. То есть вера в Бога, вера в семью, любовь к своей жене, к своей матери, к своим детям. Это те принципы, которые исповедует русский мир. Русский мир на самом деле называется русский миром, но это не значит, что это мир для русских. Это многонациональное, это многоликое и многообразное общество людей. Ты можешь быть в этом мире французом, итальянцем, осетином, украинцем, евреем, грузином, норвежцем, кем угодно. Но ты в душе воспринимаешь те ценности, которые он проповедует. Это традиционные семейные ценности, это свобода вероисповедания, это свобода разговаривать и сохранить свою самобытность, свою культуру, свой язык. Понимаете, это и есть понятие русского мира. Это Россия, это страна, которая в себя вобрала все самое лучшее, традиционное, которое есть вообще у всех наших жизненных концепций. И за это ее, к сожалению, ненавидят. Ненавидят все те, которые пытаются выхолостить, уравнять, обезличить любую свободу, любую самобытность, любую идентичность, сделать из личности серую массу. Поэтому я уверен, что европейская молодежь, да не только молодежь, почему мы сейчас молодежь трогаем, есть действительно люди, которые в Европе, которые разделяют нашу концепцию, разделяют наши идеалы. Хотят вернуться к своим историческим ценностям, к христианству, к православию, к аналицизму, то есть к нормальной вере, которые препятствуют и не хотят категорически заставлять, превращать себя в стадо, которые не хотят подчиняться Америке, не хотят сохранить себя. Но даже обратите внимание, что сейчас происходит. Если сейчас взять, простите, Францию, Германию как страну, но она теряет, если, допустим, немцы боятся выйти на улицу, потому что толпы переселенцев с Ливией, Пакистаном и так далее, так далее, так далее, приехали сюда, и они носители другой, чуждой для настоящего коренного немца идеологии и культуры. Понимаете? И это молчит. Это не толерантность, это покорная сдача тех вещей, которые испокон веков закладывали матери и отцы. Это сдача своей любви, своего дома, своих детей. У нас это не получилось. Мы готовы поделиться этим опытом. Мы готовы показать, как мы это сделали. Мы готовы принять, оказать любую поддержку. То есть я считаю, что Германия, великая страна, с великой историей, превращается сейчас просто в серую массу, из которой потом слепят неизвестно что. В которой будет нормально считаться семья из двух пап или из двух мам. Который, неважно, который забудет за религию, который забудет за мораль. Этого нельзя допустить. Поэтому любой европеец, не только молодой человек, хотя, наверное, скорее всего, это будет та самая активная часть населения, которая это сделает, может приехать сюда, посмотреть. И действительно, мы станем мостом между русским миром и Европой. И мы, со своей стороны, обещаем, что окажем любую помощь и поддержку для сохранения тех ценностей, тех идеалов, которых мы сами исповедуем. Для сохранения самобытности Европы. Для сохранения самобытности Франции. Для сохранения самобытности Германии, Италии и всех стран, которые сейчас входят в состав Евросоюза. А отделением, как сейчас дело в Британии, я думаю, ситуацию не справишь. И отгородиться от всех стеной, это просто затяжка по времени, оттяжка того процесса, который рано или поздно произойдет. Если сейчас исчезнет Европа, и мечеть Парижской Богоматери станет мечетью, ну, тогда следующее будет на очереди Англия. А вот этим всем процессом управляют из океана кукловоды, которые называются Соединенные Штаты Америки. Если Европа это поймет, то время еще спасти Европу у европейцев есть. Я желаю им это быстро понять и предпринять все усилия для того, чтобы этого больше не произошло.